добрый день дорогие подписчики сегодня поговорим про детей и поэтому я взял сегодня kfc это наверно одна из самых компаний которых которые родители так себе к этому относятся на самом деле ну я периодически ем вот эти фастфуды все иногда чего-нибудь вредного хочется вот пепси kfc картошка бок мастер это бокс мастер здесь курица там видится всякими там делами и здесь по моему стрипсы или как они называют два кусочка курицы вот две салфеточки важные и такие салфеточки и трубочка все начинаем почему про детей про детей потому что очень много задают вопросы как воспитывать детей на самом деле я сомневаюсь что найдется человек который вам ответит однозначно на этот вопрос на на самом деле однозначно на этот вопрос может ответить только человек который воспитал очень много детей не у кого там пятеро детей а то воспитал там и не за там 100 детей тысячу детей это в любом случае какой-то преподаватель это в любом случае кучу и который профессионально занимается воспитанием детей я же Больше психолог про взрослых. И поэтому поговорим, что мы можем сделать с вами максимально такого, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности, чтобы ребёнок чувствовал себя талантливым, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенным. В общем, мы поговорим о том, всём, что может сделать ребёнка более уверенным, счастливым, полноценным гражданином общества. Вот. Но сначала мы сделаем небольшой перекус, такая распаковка бокс-мастера. Короче, здесь перфорированная такая штука есть, лента. Ну вот так раз. А, выпал помидор. И отправляем в мусорку. Вот у нас тут визуализированная мусорка, такая вот туда его. Вот. И обязательно надо было замараться, по-другому я не мог. Так, помидор. Вот. Я в основном работаю с родителями, да, и иногда я смотрю, какую дичь творят родители. Вот с этой стороны, наверное, я могу что-то подсказать. Почему? Потому что ко мне приходят уже взрослые дети, которым там по 40, по 30 лет, которые жалуются на своих родителей, да, у которых обиды до сих пор на них. И очень часто, благодаря психологам, многие люди обвиняют родителей в своем неуспехе. Ну, наверное, я тоже к этому руку приложил. Почему? Потому что я очень часто говорю, что прости папу, и там будут деньги, прости маму, будет семья. Ну, это вот такие вот косвенные параллели обид, да, но это не значит, что надо просто просить отца или надо его принять, и нужно потом действовать и показать и доказать ему, что ты как бы неспособный член общества. Если ты этого не делаешь, значит, у тебя как бы такая месть папе, да. И для того, чтобы ребенок был успешен, с точки зрения отца, что должен сделать отец для сына, и отец, что должен сделать для дочери. Сначала посмотрим с этой стороны. Это первое. Отец должен просто любить дочь. Вот просто такая фатальная любовь ни за что. Не тогда, когда она что-то сделала, а просто так, люблю и все. И чем больше отец любит свою дочь, тем выше самооценка дочери. Это в жизни она потом будет это пронесет. И какая в социуме мама, точно такая же будет и дочь. И поэтому воспитывать ребенка занятие бессмысленное, потому что дети будут точно такие же, как и ты. Это слово о том, что когда мамы спрашивают, как воспитать дочку, никак. Стань сама счастливой, и счастливой будет твоя дочь. С сыновьями наоборот. От мамы требуется фатальная любовь к сыну. И от отца требуется его введение в социум. Что значит введение в социум? Потому что ребенок будет брать паттерны своего отца. То есть дочка берет паттерны матери, сын берет паттерны отца. И в этом и есть прикол, что когда неполноценная семья, тогда сыну неоткуда брать паттернов. А дочка возьмет паттерны властвующей мамы, которая самостоятельная, которая я сама, а сын просто возьмет, непонятно, не папина, а паттерны, допустим, мамы. Это как вот этот Данила Поперечный говорит сначала, у него отца не было в семье, он говорит, моим образом мужчины был Иисус Христос. Потому что мать была верующая, и я, с кого еще пример брать, брал пример с Иисуса Христа. А потом, после 15 лет или 12 лет, моим идеальным мужчиной был этот Спайдермен. То есть ребенок будет вытаскивать какие-то паттерны мужские, которые ему кажутся. Поэтому мама, которая сама воспитывает, бывает так получается, ребенка очень важно засовывать сына не в мифические какие-то герои, а в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей. То есть для того, чтобы мальчик набирался опыта там. Девочку, танцы, кружки вышивания, куда там еще девочек водят, там фигурное катание, музыка, рисование. Вот что-то для творчества и что-то вот там, где ребенок умеет что-то делать руками. Почему руками? Вот сейчас вы видите вот этот сзади свет, который там немножко плата отпаялась. Я сегодня пошел, купил паяльник и припаял вот эту фиговину. Если честно, я видел один раз, когда папа паял. И то он мне тогда недавно сказал, обожгешься, и как бы, ну и недавно, по-моему, запаять. Я один раз тыкнул в канифоль, и один раз тыкнул в олово. Сегодня, когда я пошел на рынок и начал искать паяльник, то оказалось, что оказывается канифоль уже не нужна. Олова уже, она сразу в перемешку со свинцом и с флюсом. То есть нужно просто поднести этот, и оно само капает и припаивается. И называется это припой, да, то есть сразу припаивать. И этому научил, вольно или невольно, меня научил мой отец. На самом деле я просто посмотрел, я видел, как он сделал. Он просто мне объяснил, и все. Это не было так, садись, сынок, я тебе сейчас расскажу. Он просто сделал, я увидел, все, на этом эта история закончилась. Но зато теперь он сзади у нас сиреневый цвет, который я своими руками сам припаял. А вон паяльник вот этот остывает на плите. Вот, давайте откушу уже. Так что сын у отца очень много берет, дочка у отца берет. Знаете, вообще мы для своих детей, мы же боги на самом деле. И все, что вылетает с нашего рта, оно принимается за чистую монету. То есть все, что у тебя вылетает с рта, там, доча, ты молодец, сынок, ты молодец. Доча, посмотри вот это. Сынок, обратим внимание сюда. И у них это очень сильно в голову заседает. Поэтому важно быть внимательным своим детям, особенно к противоположностям. То есть отец к дочери, мать к сыну. Но это не значит, что там потом у остальных всех по боку. Там на дочку внимания обратился, а, сын, не важно. Где-то с 14 лет, с 12-14 лет для мальчика очень важен отец. В плане, он должен его брать в походы, он должен брать его в бане какие-то. То есть и вот так везде таскать-таскать с мужиками для того, чтобы ребенок научился быть в мужском обществе. Для того, чтобы он набрался вот этих паттернов, мужских именно. Дочку с 12 лет где-то мать должна с собой брать, там, с подругой моей посидеть, где-то там, то есть всячески дружить. И тогда ребенок научится вести себя в социуме, ну, как бы адекватно. Когда этого не происходит, ребенок пытается научиться этому сам в социуме и находит себе ложных кумиров, да, то есть мальчики находят там самого отъявленного негодяя в своем там в дворе, классе, не знаю, там в городе, приклеится к нему и берет паттерны его поведения. Девочка тоже находит не самый лучший пример, но она берет самый яркий и тоже ходит там этот. И тогда дети попадают в плохую компанию, потому что ни папа, ни мама не объяснили, с кем дружить, с кем не дружить, как дружить, что говорить, что не говорить. То есть очень важно в этот период подростковый, чтобы потом прошел более или менее адекватно. Если вы этого не дали, тогда ребенку очень важно пройти какие-то тренинги личностного роста, ораторское мастерство, это вот 12, 14, 16 лет, какие-то психологические тренинги для подростков, да, у нас есть в Алмате, есть у нас же на Урпах, допустим, там Асхат Абжанов, красавчик просто. То есть мои все знакомые друзья отдали всех своих детей, потихоньку к нему отдают. Именно там 14 лет, там 16 лет, 12 лет. Вот. Я прозевал в возрастную категорию у своей старшей дочери и отдал я сразу ее на личностный рост. И с нее очень много вышло обид на меня и там на маму. При этом мы обычная нормальная семья, да, то есть мы ее не били, не убивали, да. А с нее очень много вылезло. И чему мы несказанно рады, но мы были сильно удивлены, сколько она накопила в себе вот этой агрессии, злости, непринятия. Оказывается, мы делали все неправильно с ее точки зрения. Сегодня я понимаю, что мы все сделали правильно, но как к этому отнесется ребенок, было немножко непонятно. Он остывает уже, ладно, давайте укусим. Чего там здесь нас в Алмате кормят? Короче, огонь. Это лаваш, короче, с куриной грудкой, с картошечкой, там это котлета из картошки, салат с помидором. Картошка-фри, мне кажется, это очень калорийно. Это от правильной еды, это сильно далеко. И все равно пепси, это вкус детства советского. Не знаю, я прям, меня выкидывают туда в 80-е куда-то. Мой ум. Я опять становлюсь маленьким 7-8-летним мальчиком. Хотя при этом меня всю жизнь воспитывал дед больше. Он таскал меня по кружкам. Он таскал меня. Но паять научил отец. Панно резать показал, как отец. Вышивать, выжигать на панно. Отец показал. То есть, работа по дереву, это от отца, тоже он показал. Но, если честно, у меня руки не с того места растут. Я очень не люблю руками работать. Это не всегда вспоминается в фильме, где был этот, помните? Вы посмотрите на его мозолистые руки. Человек совсем не хочет работать головой. То есть, и у меня это село, что... Потом крестный отец там сказал тоже, что... Один умный человек заработает больше, чем 10 придурков с автоматами. Да, то есть... И у меня это очень сильно почему-то в голове все откладывается, что как-то должно быть интеллектуальный труд какой-то. И дед тоже вбивал в голову, что надо быть... Тогда в советское время он мне вбил в голову, что надо стать директором совхоза. У меня реально такая цель была. Мне кажется, если бы Союз не развалился, я бы сейчас этот... Директором совхоза точно был бы уже. Поэтому... И в какой-то момент я понял, что я учусь для деда. Потом в какой-то момент я понял, что я учусь для отца. Так я и закончил 4 вуза. Они в голову вбивали, вкапывали. Представляете? Это... Я сельскохозяйственный институт закончил. Это механизация сельскохозяйственного производства. Экономика и механизация сельскохозяйственного производства. Экономист-механик я. Это экспериментальная группа тогда была. Вот. Потом я закончил Международную Академию Бизнеса. Это финмен кафедру. Это было второе высшее. Потом я закончил магистратуру, нархоз, кафедру менеджмент. Мне казалось, что там я пойму устройство мира. Мне казалось, что именно там меня научат. Я пойму. Но... Честно, это был, наверное... Вот первое образование было полезно, сильно. Второе образование было полезно. Магистратура была полезной тем, что я попал в психологию чуть. Вот именно оттуда меня поняли. Потому что я понял, что управлять меня в нархозе не научат на кафедре менеджмента. То есть устройство мира я не понял там. К тому времени я уже коп изучил. Это концепция общественной безопасности. Я уже Ефимова всего переслушал. Жданова переслушал в ютубе. То есть этого Петрова переслушал, этого генерала. Я пришел в нархоз подкованный страшно. Сильно умный. Мне тогда казалось. И учителям было, мне кажется, сильно некомфортно со мной. Разговаривать пошли. Я когда пришел на кафедру финансов в нархозе тогда. И когда я спросил, вы знаете, кто такой Роберт Киосаки, они сказали нет. Я понял, что я пришел куда-то, блин, не туда, кажется. Потому что люди учат экономику и финансы по учебникам там 86-го года. Когда уже был на дворе, блин, 2000, там, какой-то, я не помню, 2007-й или 2008-й год я учился. И позже это уже было. Вот, потом... Но самое бесполезное образование мое, это вот магистратура психологии. Потом четвертое уже. Если честно сказать, то многие спрашивают меня, как начать стать психологом, как вуз закончен. Я вам скажу так, что если у тебя любое базовое образование есть, то, в принципе, мне кажется, уже учиться специально на психолога, такая затея. Я думаю, что можно набрать очень много курсов, там, по НЛП, отдельно, да, на коуча выучиться. Коучинг это такой лайтовый психолог, в том плане, что он не лезет в боли, он лезет в твое будущее, да, там, давай вот это посмотрим, да, мотиватор такой. А психология, она лезет в травмы, да. Как больше, там, давай туда, регрессы всякие, там, еще что-нибудь. Поэтому, и вот эти все образования, это были, вот, вышли, дед говорил, надо учиться. Отец сказал, надо учиться. У меня папа вообще думал, чем лучше образование, тем больше зарплата, да. Оказалось, это никак не коррелирует потом в жизни. Особенно, если вы посмотрите, после 40 образование сильно не имеет никакого значения. В том плане, что, неважно, ты закончил Гарвард, а я закончил, допустим, там, Нархоз, да. Но если ты закончил Гарвард и работаешь все равно в найме, там, допустим, даже ты, там, топ-менеджер бешеный, там, и зарабатываешь 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, в Казахстане даже, да. То человек без образования или просто с каким-то обычным образованием, школьным, средним, может, там, открыть стерильную компанию или еще что-то и зарабатывать уже, там, в десятки, в сотни раз больше, чем ты, да. И образование уже не коррелирует. Но первоначальный старт образования, он очень важен. То есть, первые ступени ты можешь залезть выше с Гарвардом, конечно, выше. Потом, насколько ты смог применить это образование, да, и для того, чтобы ребенок смог применить образование, и отец, и мать, они должны просто верить, что ты сможешь. Вот ты должна или должен просто сидеть и наблюдать, как твое чадо, которое ты носила, там, 9 месяцев, потом воспитывала 20 с лишним лет, как оно ошибается, как она, спотыкается он или она, как, то есть, и не вмешиваться. У тебя, вот, вот это вот основная задача отца, когда ты можешь помочь и не помогать. Это, знаете, как тот циник, который, ребенок плывет сам, да, и уже устал, и ты смотришь, что он устал. Ты можешь дать ему вот этот вот шестер или там этот, и его вытащить, но ты этого не делаешь, чтобы он сделал это сам. И вот это, почему так делают отцы, вообще мужчины так делают, потому что, а если меня не будет, это ладно, я сейчас есть там, рядом, я могу помочь. А если меня не будет, он утонет, и вот он смотрит, насколько ребенок сам способен, что он может, что не может, да. А мама, мама то же самое должна делать, ребенку плохо и, короче, просто наблюдать. То есть, надо дать так человеку, чтобы у ребенка был свой позитивный опыт, что он может без тебя. И это очень, очень, очень важно. Некоторые мамы спрашивают, задают такой прям вопрос, насколько возможно не нанести травму ребенку, там эмоциональных блоков, чтоб не было. Я вам по секрету скажу, знаете, по-любому вы нанесете огромное количество травм ребенку, если вы его не будете любить. И все-таки основную любовь. Это я вот недавно в фейсбуке написал такой пост, ну, это пост, цитата просто, что, сейчас скажу, сформулирую. Страх вызывает агрессию, то есть, чем больше ты боишься, тем больше вызываешь агрессию. А любовь создает мир, да, то есть, страх создает агрессию, любовь создает мир. Это такая прикольная цитата, особенно на сегодняшнем, в реале сегодняшнего дня, да, не надо бояться и не будешь создавать агрессию у других и у себя. Важно относиться к человеку, особенно к своим детям, с любовью, и тогда это создаст мир. Он будет в безопасности ребенок, он будет проявленный. Вообще, очень важно, чтобы любой человек был проявлен в этот мир, чтобы он проявил свои таланты. Что бывает, когда непроявленный мужчина, особенно это очень печально. Непроявленная женщина, она сама гасится, никому вреда не приносит. А мужчина непроявленный, это вот, посмотрите, допустим, на... Ладно, промолчу. Особенно с возрастом становится больше комплексов, больше этот... И человек вроде и достиг уже всего, да, а чего-то не хватает там, да. И что это значит, что он не проявил свой талант, и он имеет там власть, деньги, незаслуженно ему кажется, да. И поэтому он все выливает свои комплексы в мир. И чем больше у человека власти, тем больше херни он создает в миру. Поэтому, кто мне не верит, посмотрите новости, да. Старые люди, они творят дичь какую-то просто. Непроявленный старый человек, проявленный, мудрый человек, он несет мир, любовь и доброту. Непроявленные люди несут агрессию, страх, злость, разруху. Вот и все. То есть, чем больше любви у вас, тем больше любви у детей. Чем больше любви у детей, тем больше вы сами находитесь в большей безопасности. Они вас не бросят, они вас накормят. Еще есть такая штука. Детям нужно отдавать возможность проявиться... Как это же? Детям нужно давать возможность проявиться пораньше. Не нужно его отпускать, когда ему уже 40 лет, 50 лет. Его нужно отпустить, когда ему 20. Почему? Потому что если ты удержала ребенка у себя, сына, да. Даже 40 лет ты все за него делала. Он никак не проявился. И когда ты уже сама немощная становишься, и ребенок рядом с тобой непроявленный и безответственный, вы оба будете сидеть в нищете. На подаяниях, да. Но если ты его отпустишь вовремя, там в 20 лет институт закончил, 21-22, пошел работать, и ты ему не мешаешь жить, то к 40 годам человек станет на ноги. То есть он сам будет зарабатывать, у него будет семья, у тебя будут внуки, да. Кайф. И когда ты уже будешь немощный, там тебе будет 70-80 лет, то если тебе нужна помощь, твой ребенок сможет тебе помочь. Но если ты его не отпустишь, он не сможет тебе помогать. Он будет очень сильно хотеть, но нечем будет. Потому что ты можешь дать только то, что у тебя есть, да. То есть если у тебя есть любовь, ты даришь любовь. У тебя есть деньги, ты даешь деньги. У тебя что-то есть, ты еще можешь поделиться. Но если сын непроявленный, или там дочка, да, и она всю жизнь на твоем горбу жила, на твоей шее, когда тебе нужна будет помощь, они не смогут тебе помочь. Это один сценарий. Другой сценарий. Сына, дочку не отпустили. И ему там 40-50 лет. Он с собой рядом прожил. Всю жизнь за ним, жопу подтирали за ней. И родителей вдруг не стало. Не вечные же, правда? Что будет с детьми? Дети будут бухать. Раз. Дети будут в депрессии. Два. Дети будут немощные. Три. Дети будут несчастные. Четыре, потому что им все время будут не хватать родителей, потому что пуповину вовремя не оторвали. Вот и все. Если еще глубже уходить по сценарию, допустим, того же Некрасова, то еще бывает сценарий, когда сын, когда ребенок уходит раньше матери. Это вообще трындец просто. Мать вся в судорогах колотится. Там еще что-то это. И ей самой тяжело. Вместо того, чтобы она, она создала отношения с мужем, если он такой есть, или с другим каким-то человеком, и вместе вот как-то прожить жизнь, она всю свою энергию потратила на детей, а потом он взял и ушел, да? Не специально, конечно. Но и у такого родителя, ну, точно почва из-под молот выбивается. Поэтому очень важно в семье, очень важно, вообще мы вот на детях сконцентрировались, но очень важно, чтобы в семье был какой-то фокус на партнере. То есть жена должна сфокусироваться на мужа, муж должен сфокусироваться на жене, и тогда дети будут счастливые. И тогда ты, когда у тебя налажены отношения в паре, ты не будешь держаться за детей, чтобы они не уходили. Ты будешь их как можно раньше захочешь отпустить. Они как можно раньше захотят уйти, да? То есть из-под твоего гнета вот этого. Как же Ванецкий говорит, человек, который больше всего от тебя зависит, а ты не можешь им управлять. Вот это правда. То есть ребенок полностью от тебя зависит, а ты не можешь заставить его почистить зуб, потому что, а, я не хочу. Поэтому пара важна. Если ты женщина, девушка, внимание на мужа, внимание на парня, если ты мужчина, внимание на жену, на девушку, то есть и вот эту любовь вы должны между собой перенести в жизнь, пронести и передать эту любовь детям. Понимаете? То есть вы должны показать, как можно быть счастливым. И поэтому в этом плане брак очень важно, что ты показываешь, что это возможно, быть счастливым в браке. Если ты не можешь этого показать, то тогда твоему ребенку придется, он как слепой котенок будет биться в этом океане страстей, тел, телес, чресел и так далее. И он будет просто не понимать, чего искать. Видели таких людей? Они все ищут, какие-то эксперименты у них, там еще что-то. То есть это тогда, когда он не знает, чего он хочет. Это тогда, когда он не видел семью, как можно жить и зачем жить, для чего жить так. Вот и все. Вот поэтому вот так. А курочка, между прочим, киевсишная. Раньше мне нравилась курочка в этом, в Астане киевси. А сегодня я взял вот в Алма-Ате первый раз, наверное, за многие года. Ничего. Сейчас немного еще психологии расскажу. Я много лет езжу в Астану. И там я всегда вот так в Керуене, кто в Астанинске, помните? Вот так Керуен был. В Керуене я на Фудкоре киевси стоял. И вот здесь был ресторан Дориджане. Грузинский ресторан, неимоверно вкусный. И я года три ходил в этот Керуен и покупал киевси там. ел. Мне казалось, что это очень недорого. Тогда мне казалось это недорого. И я часто брал это Киевси. И я с упорством идиота четыре года ходил, ел Киевси. Покупал вот эти ведра, там что-то бедрышки, там крылышки, что-то всякое. Этот ел. Я думал, что я пока себе не могу позволить Дориджане. И поэтому я ем Киевси. И когда через четыре года, когда мне показалось, что я уже богат и могу себе это позволить, ходить в Дориджане, я пришел в Дориджане, и каково было мое удивление, что обеденный сет там стоит на тысячу тенге дешевле, чем ведро вот этих вот крылышек. Это же тоже, у меня была какая-то установка в голове, что я не могу себе позволить Дориджане, и поэтому я ждал четыре года и ел эти крылышки, потому что не из-за того, что я их люблю, а из-за того, что я не могу себе позволить более дорогую еду, допустим, Дориджане. И я поймал себя на такой мысли, что у меня какие-то, ну, установки такие в голове на тот момент были, что почему я не ходил в Дориджане, хотя я уже мог, и после этого случая я теперь, если что-то мне кажется, кажется, я себе не могу это позволить, я иду и узнаю, могу или нет. И чаще всего, оказывается, уже могу, то есть уже прямо сейчас. И поэтому я вам, друзья, желаю, чтобы вы не держались за свои старые релепаттерны какие-то в голове, чтобы вы, когда вы что-то не можете себе позволить, но тебе кажется, то есть это же всегда субъективное твое мнение, пойди и спроси, сколько стоит, иди и узнай, каковы условия, то есть и тогда, возможно, ты уже можешь себе позволить и позволяй. Вот, так что KFC мне нравится, не часто, но иногда можно, позволяйте себе более дорогую, качественную еду и, как говорят во всех вот этих мукбангах, этих корейских, камсам хамнида, пюм, давайте, пока.